Девушки отдыхают Как на фронте Здравствуй, Сергей Филиппович Серпилин говорит Очень приятно Здаробогатов Николай Павлович Английский шпион Это был человек очень деликатный Более того, почему я еще говорю, что он не любил громких фраз Стеснялся показывать, что он человек очень образованный Вот как-то люди его воспринимают вот таким, да? Ну, и держите меня за такого Вдруг ни с того, ни с сего так вот строчки из ниц И только строчки чуть-чуть И как бы потом все это пряталось Он как-то не был откровенен душевно Понимаете? Он не открывал свою душу Он мог или каким-то остроумным словом сказать И тогда понимаешь, что его что-то очень задевает Но это не раскрытие сердца Он мне сказал как-то Миша, ты знаешь, я люблю вспоминать одну фразу Сказанную каким-то философом Она сказана про меня У меня от хамства до подбастрасти один шаг Это он любил повторять чью-то фразу На самом деле он был очень застенчивым человеком Всем казалось, что Папанов такой и есть Необыкновенно простой И даже слегка грубоватый Одним словом, свой Анатолий Дмитриевич знал об этом И лишь грустно пожевал плечами Будто извиняясь за себя Разве для зрителя важно, что пришлось хлебнуть ему лихо Что чуть не погиб на войне Что изведал на себе трудную долю инвалида А потом долгие годы, испытывая унижение Пробивался на сцену и в кино Для многих хватило бы и половины пережитого Папановым Чтобы сломаться и погаснуть Видимо, поэтому люди, близко знавшие его при жизни Никогда не начинают рассказ о нем, как об актере Только как о человеке Анатолий Дмитриевич Папанов часто любил повторять Что он вообще не понимает, как с таким произношением И такой внешностью он стал актером Наверное, это ошибка режиссеров, говорил он И уверяю вас, в этих его словах не было ни тени, ни кокетства Он вообще был человек очень скромный и застенчивый Очень не любил внешних проявлений профессии И уж тем более славы Что так не свойственно актерской пароде А его любили Узнавали на улице, здоровались и кланились Потому что он был один такой Папанов Друзья вообще говорили, что он все делал по-своему По-папановски, думал по-папановски, говорил по-папановски И видел окружающий мир исключительно по-папановски И повторить это невозможно Об одном Пожалею Годы Так хочется пожить По-человечески И работать Это финальные кадры холодного лета 53-го Последнего фильма Анатолия Папанова Затихнет камера И его начнут уговаривать остаться отдохнуть Просто пожить денек-другой в деревне Анатолий Дмитриевич поблагодарит Но скромно откажется Его ждет любимый театр, который находится на гастролях в Риге Есть неотложное дело в Москве Необходимо проверить, как устроились в общежитии его студенты Все ли в порядке В Москву нужно и не ехать Достаточно набрать номер Но Папанов так не может Он очень переживает за ребят Потом говорят Слушай, а где-то вы тут могилку мою снимали, что ли? У нас такой есть эпизод, когда герой Басаргин А Валера Приемков Значит, приходит на его могилку Покажи мне И все это как-то так вот весело Даже как бы, так сказать, немножко ернически Ну, я его привел, показал И я вижу, что Что он стоял здесь какое-то время И как будто он что-то предчувствовал Но эти мысли к режиссеру Прошкину придут гораздо позже А в тот момент он, конечно, и представить себе не мог Что это их последняя встреча И через сутки Анатолий Дмитриевич не станет Очень многих интересует, как я стал артистом Трудно мне сейчас даже вспомнить детали и подробности всего этого Если бы Попанову в детстве сказали, что из него со временем получится великий артист Он, наверное, и сам бы не поверил Но что в самом деле могло выйти из него клюжего паренька с хулиганской внешностью И ужасной дикцией, вызвавшей раздражение даже в заводской самодеятельности Куда однажды он пришел поступать в артисты У него был приятель, который в школе, дружок Который очень хотел стать артистом И говорит, Толь, у нас в клубе кавычки набирают самодеятельность Я один боюсь, пойдем с тобой вместе Ну пойдем, а он не собирался Пойдем И мы, говорит, с ним пошли Нас не взяли Вдруг бежит какой-то мужчина Он говорит, вот тебя нет там у мальчика А вот этого, тебе Василий Васильевич сказал, чтобы мы тебя вернули С этого момента в жизни Анатолия Попанова все перевернулось Юный Толя будет день и ночь работать над собой Стараясь исправить все недостатки своего произношения Да и воспитания тоже Ведь в очень простой семье Попановых До сих пор не было людей творческих профессий А у шахтеров тем более У моего отца было отвращение к лошадям Он любил коров И отчасти овец Понимаете, рифма Отец овец Ах вы и стихи пишете Это Шелли Иначе говоря Шиллер Шелли его звали только друзья Отсюда пошло Раскошевица Любовь к искусству меня сопровождала с тех пор, как я начал помнить себя Я очень любил музыку, театр, оперу Я с удовольствием всегда ходил, смотрел кинофильмы Тогда их было еще не так много, но тем не менее они меня приводили в восторг Несмотря на любовь к искусству, надо было просто жить И Толя пошел работать в литейный цех Второго московского шарикоподшипникового завода Кроме того, Попанов достаточно часто появлялся на Мосфильме Чтобы сняться в массовке И даже порой переплывал мост к Вурику Чтобы посмотреть на съемки очередного фильма Благо место, где он жил, малые кочки Ныне улица Даватора Отделяла от Мосфильма лишь Москова-река Где-то в этой толпе в фильме «Ленин в октябре» Бежит 15-летний Толя Попанов А самой заветной мечтой его в те годы Было сыграть хотя бы эпизодическую, но роль Мы с вами находимся в центре Москвы По этой улице, как и везде, мчатся машины Люди торопятся по своим делам И мало кто задумывается над тем, что за этой проходной совсем другая жизнь Жизнь, где ломаются судьбы Где рвутся от боли сердца жен и матерей В глазах которых лишь изредка мелькают искрыки надежды Это Бутырская тюрьма Так случилось, что в 1941 году С завода, где работал совсем юный Попанов Кто-то из рабочих вынес детали Арестовали всех и привезли в Бутырку Слава Богу, это дело вел умный следователь Который, поговорив с мальчишкой Понял, что он к делу совершенно не причастен Но то, что пришлось пережить за эти дни Анатолий Дмитриевич вспоминал всю жизнь А через три месяца началась война И Попанов ушел на фронт Войну он узнал изнутри Через боль, грязь, кровь и солдатский пот Может быть поэтому Он никогда не появлялся в орденах и медалях На собраниях по случаю 9 мая Но все это будет в 70-х А с войны Попанов вернулся инвалидом Ранение оказалось тяжелым И вердикт врачей прозвучал для него как приговор Ходить не будете Навижу смотрел не из окон Он близок к читателям был В дом творчества ездить не мог он Но творчество дома любил Не шлялся, он зря по паркетам Работал, как классик простой Знакомый, да всем по портретам Профлев Николаевич Толстой Спустя время, когда его спрашивали о ранении Он только улыбался и тихо отвечал Немец мне пол пятки срезал У него была раздроблена стопа Настолько, что ее собрать нельзя было И когда он попал в госпиталь То ему хотели отнять ногу Все-таки ее как-то собрали, залечили И все И он, когда пришел к нам в институт Он еще ходил с палочкой Я пришел к этому институту Рабея, страшно Большего страха я никогда не испытывал Художественно-руководитель института Народный артист Советского Союза Тарханов Михаил Михайлович Я как только услышал это имя У меня мурашки по коже Посмотрите на эти кадры Разве можно себе представить Глядя на потрясающего актера Что придя в гитис Ходить он мог Только опираясь на палочку В тот момент знаменитый Тарханов Скептически оглядел хромого абитуриента И сказал Парень, ты одаренный Ну как с ногой-то Будешь ходить без палки Сможешь? В этот миг будущее повисло на волоске И побледневший Папанов Уверенно прошептал Смогу С этого дня Преодолевая боли Он начал тренироваться Одержимо до изнеможения Занимался гимнастикой И к концу четвертого курса Анатолий Папанов Уже смог танцевать Свой первый танец Поехали! Надежда Кратаева поступила сюда В ГИТИС в 41-м году В самый канун Здравствуйте В самый канун войны О том, что зачислено На актерское отделение Она узнала 22 июня Девушка тут же пошла в военкомат И подала заявление На курсы санинструкторов Через какое-то время Она попала на фронт В санитарный поезд Где и прослужила полтора года В 43-м вернулась сюда В ГИТИС Здесь они познакомились С Анатолий Дмитриевич Еще шла война А они гуляли по ночной Москве О чем говорили тогда О войне, которую обоим Пришлось пережить Или о театре Кто знает Главное Эти два человека Встретились И пришел он ко мне С маленьким букетиком цветов Ну крошечный Где он что-то достал Я не знаю Я не помню Это или были ландыши Или какие-то незабудки Это было весной Посидели Попили чай Он так вежливо откланился И когда он ушел Я значит его проводила И маме говорю Мам, ну как он тебе как Мама вздохнула И сказала Дочка А я была вроде ничего так Девочкой-то хорошенькой Она сказала Дочка Ну не знаю Если тебе нравится Да больно, что он некрасив Свадьбу Попанова сыграли в мае 45-го года В разгар торжества в доме погас свет Кто-то увидел в этом недобрый знак Но жизнь показала, что примета не сработала Вместе они прожили 43 года Вместе и в театре, и на гастролях Когда Попанову предлагали командировки за границу Он категорически отказывался ехать без жены Я однолюб Одна женщина Один театр Скажет через много лет Анатолий Митч Я никогда бы не видела, чтобы он за кем-нибудь ухаживал Он всегда был очень как-то нежен и предупредителен Он так всегда, пожалуйста, пожалуйста Или там, сейчас я поднесу Он весь какой-то вот предупредительный и нежный По отношению к женщинам Но я его никогда не видела влюбленным Хоть в кого-нибудь Кроме, наверное, жены Не оставляйте женщину одну Чета Попановых действительно для актерской среды Просто уникальна Надежда Кратаева стала верной спутницей и опорой Попанову во всем Но и Анатолий Митч не предавал ее никогда После окончания ГИТИСа Попанова пригласили сразу три московских театра МХАТ, Малый и Вахтангова О таком счастье он и помыслить не мог А вот его жене места в столичных трупах не нашлось Надя получила распределение в Прибалтику И перед Попановым стал нелегкий выбор На одной чаше весов оказалась карьера На другой семейное счастье Попанов поступил по-мужски Уехав к Лайпиду Артист вообще, мне кажется, он должен быть Тщеславный очень человек Потому что я вот не верю тем артистам Которые говорят, что они не хотят, чтобы их узнавали Они не хотят быть узнаваемыми И, конечно, он переживал первое время Он старался даже выделиться из массовки Он себе делал такой же, такой грим в массовке Что его сразу замечали Что он там стоял, такой грим Что кто же ты там такой в массовке Все думают, что дальше это будет роль А больше человека нет А когда Попанов вернулся в Москву Время было упущено Столичные театры больше не нуждались В молодом актере Попанове Лишь благодаря другу Андрею Гончарову Тогда еще начинающему режиссеру Он был зачислен в труппу театра сатиры Взяли туда и Надежду Они получили восьмиметровую комнатку в общежитии Находящемся в пристройке театра Их соседями были Татьяна Ивановна Пельцер со своим папой Иваном Романовичем Актер театра Виктор Байков Знаменитый панвотруба из кабачка С родителями, сыном и женой Владимир Ушаков с женой Верой Васильевой Главный бухгалтер театра Шофер директора Комендантом этого общежития Состоящего из восьми комнат Была не кто-нибудь, а Татьяна Ивановна Пельцер Спокойной ночи А сейчас мы с вами находимся в Святая Святых За кулисами знаменитой сцены театра сатиры На сцене монтируются декорации к вечернему спектаклю Премьера которого состоялась совсем недавно Как всегда волновались артисты Волновался режиссер Анатолий Чапапанов вот уже 20 лет Не выходит на эту сцену Пятого августа 48-го года Пришел я в театр сатиры И увидел на доске Объявление приказа О зачислении меня в труппу театра Период врастания в коллектив был очень сложный А когда все начиналось Зачисление в труппу театра сатиры Мало что изменило в жизни Попанова Долгие годы Анатолий Дмитриевич выходил на сцену в ролях Которые принято называть «кушать подано» В то время, когда его жена считалась уже ведущей актрисой театра Все это очень угнетало его Пришли тоска, отчаяние и неверие в себя Все свободное время Попанов проводил за кулисами С естественной завистью, наблюдая за игрой коллег Просить за себя он стеснялся, да и не умел Постепенно актер попал в разряд бесперспективных И работа стала терять для него смысл Толя работает на очень маленькой зарплате Были и ссоры, он немножко выпивать начал Еще были приятели у него Которые его немножко вот такой был Кстати, муж Ольги Аросевой Но он не был мужем Но он такой был гражданский муж Юра Хлопецкий Здорово выпивал Ну и они вот вдвоем с Юркой Потом, кстати, того Юра так и за это Мы уволились из театра Потом пришел к нам Вестник, который тоже любил это дело С Вестником они очень дружили Очень любили А Вестник заводной такой Вот И он, Вестник, значит, тоже с ним Толя, пойдем Закуривай, сват Это верно Спасибо, я не курю Эй, грустный ты человек, сват Праздники не гуляешь, песни не поешь Это мегатерианство получается Ну что, это мое дело с вами Твое, твое, Конституция не запрещает Садись Один раз я помню, что Надя очень на него обиделась И закрыла дверь И так мы все спим И вдруг слышим такой стук И так Надька, открой И в этом такой Толя Настоящий такой русский мужик Который выпил А жена должна открыть обязательно В этом доме на Спиридоновке Семья Папановых прожила много лет Счастливых и не очень Надежда Юрьевна не любит вспоминать Но был момент, когда она даже подумывала о разводе Но однажды все переменилось В дом пришла беда У Анатолия Дмитриевича умерла мама И этот день перевернул всю его жизнь Вот он очень сильно напился на маминой На поминках И потом вот как отрезала Я говорю Толь, да ты мне скажи Что ты Может быть ты обед какой дал Оставь меня в покое Ничего я не дал Все, я больше не пью Он мне говорил Слушай, никогда никому не верь Что нельзя бросить пить На это нужно только иметь волю Вот я это себе сделала Я себе сказала Что я не буду пьяницей И не буду пить Клятву эту Папанов выполнил Как любил шутить сам Анатолий Дмитриевич От прошлого у него осталась лишь Эмоциональная память на похмелье Этому событию предшествовало еще и то Что в 54-м году Папанов получил в театре интересную работу Роль в спектакле «Поцелуй феи» И тогда же у него родилась дочка Это мне Лена счастье принесла Утверждал актер Ролей становилось все больше И зритель уже шел в театр Что называется «На Попанова» Но говорят, что несмотря на пришедший успех Мальчишская неуверенность в нем Так и осталась Даже тогда, когда Попанов стал Ведущим исполнителем в театре Спускаясь по этой лестнице Артисты театра «Сатиры» Обычно попадают из гримерных на сцену Наверное, этим путем шел Анатолий Дмитриевич На свой последний спектакль Говорят, что даже став известным артистом Перед каждой премьерой Он очень волновался Дрожали руки, выступал холодный пот И становился он очень раздражительным Мог даже на кого-то серьезно накричать Правда, на следующий же день Извинялся, как никто другой Я ничего не хочу сказать Да и странно говорить Нет человека Который бы не имел за собой Каких-нибудь грехов Это уж так самим Богом устроено И вольтерианцы напрасно против этого говорят Сатирическое искусство По-моему, оно несколько посложнее Нежели, скажем, драматическое искусство Потому что, когда ты, скажем, в драме Не дотянул какой-то кусок Ну, не заплакал зритель А когда человек рассказывать начинает Что-нибудь смешное И вдруг никто не смеется То он получает пощечину К началу 60-х В театре у Папанова Все наладилось А вот кинематограф Постоянно наносил ему Душевные травмы Режиссеры прилежно Приглашали его на пробы В разные кинофильмы И также последовательно Не утверждали на роли Намучившись Анатолий Ильич пришел К трагическому выводу Что он не киногеничен Именно в тот момент Судьба свела Папанова С молодым, но уже известным Режиссером Ильдаром Рязановым Который предложил ему сразу четыре роли В фильме «Человек неоткуда» Папанов, полностью уверенный в том Что он не киногеничен Сниматься наотрез отказался Рязанова, что называется, за шиворот Пришлось втягивать его В кинематограф В конце концов Анатолий Ильич сдался Так с легкой руки Рязанова Двери в кинематограф Для Папанова Оказались открыты В пустяки В пустяки А в личной жизни Как и у всех в те времена Конечно же было много трудностей Росла дочь Но времени на ее воспитание Практически не хватало Да и деньги надо было зарабатывать Я очень долго жила С мамиными родителями С бабушкой и с дедушкой Не потому, что я там была брошенным ребенком А потому, что родители артисты Ну, вы сами понимаете Поздно возвращаются Там из театра Репетиции, гастроли Бабушка и дедушка на пенсии С ними как-то спокойные В 63-м году В жизни Папанова Произошло событие Которое в буквальном смысле Изменило всю его дальнейшую жизнь Вдруг ему один раз звонят И говорят, что Вас стол первый вызывает На живые и мертвые Попробовать генерала Серпилина А телефон у нас В общежитии стоял в коридоре А мы в кухне И все слышат Да нет, я не могу Да какой я был сержант Какой я генерал Я не могу генерала Потом второй раз звонят Другая ассистентка Анатолий Дмитриевич Но все-таки Столпер Просил очень вас Все-таки уговорили они его Потом мне как-то говорят Ты знаешь, я знаю Почему они меня взяли На эту роль Я говорю, почему А вот смотри У Симонова, что написано Серпилин был С лошадиным лицом Но с очень умными глазами Вот, наверное, по этому признаку Они меня и взяли Как вас зовут? Сергей Николаевич Меня Федор Федорович Ну вот и окончательно познакомились А то кому-нибудь из нас Помирать вышло бы даже неудобно И знали бы, какие инициалы На похоронные ставить Вот вы сейчас О смерти заговорили И я вам скажу Чтоб вы меня До самых потрохов поняли Умереть у всех на глазах Я не боюсь Я без вести пропасть Не имею права Фильм «Живые и мертвые» Имел грандиозный успех Во многом благодаря Папанову Сам автор Константин Симонов Признавался Что попал в плен Созданного Папановым образа И во время работы Над следующим романом «Солдатами не рождаются» Не мог представить себе Другого Серпилина По-моему, это был четвертый класс И вот как раз вышли «Живые и мертвые» И вот после «Живых и мертвых» Он как бы проснулся знаменитым И вот тогда стали как бы показывать Вот эта девочка у нас учится Она дочка того артиста Который снимался в «Живых и мертвых» Конечно, каждый артист Который проходит на роль Да еще на какую роль На любимую Еще вроде бы не его Всегда испытывают чувство благодарности Чувствуют из-за какого-то счастья Безусловного счастья После этого фильма Ролина Папанова посыпались Как из рога изобилия «Дайте жалобную книгу», «Зеленый огонек», «Дети Дон Кихота», «Наш дом» В среднем по три фильма за год А в 66-м году Папанов снялся в фильме Который вот уже более 40 лет Радует зрителей Это «Берегись автомобиля» Ильдара Рязанова Мало кто знает, что этой роли Отставника правдоруба Сокола Крушкина У Папанова могло и не быть Уже в процессе съемок Выяснилось, как это Сейчас не покажется странным Что Анатолий Дмитриевич Не вписывался в общий актерский ансамбль Начальство и худсовет Настаивали на том, чтобы его заменить Но Рязанов отстоял его А после премьеры подтвердилось Что Папанов создал одну из лучших своих ролей Свободу Юрию Деточкину Свободу Юрию Деточкину Это он сам придумал И даже многие говорят Так это пошло Свободу Юрию Деточкину Тебя посудят, а ты не воруй Жульем, допустим, надо бороться Ничего, ничего В тюрьме тебя перевоспитают Лет через десять вернешься другим человеком А ложь птичку Мне кажется, что вот эта комедийная сторона Его дарования Это была некая такая завеса Где он закрывал себя Вот его какая-то знакомая нам с экрана Грубоватость Вот эти, там, Зайзановская картина Где он играет Этого регистра автомобиля Мироновского тестя Вот в нем этого Мироновского тестя Не было совершенно Когда Папанову исполнило 60 Ему по случаю юбилея Вне очереди разрешили приобрести машину «Волга» Но радость от приобретения улетучилась Как только Папанов сел за руль Сразу же отлетел Гуршинц Сам Анатолий Дмитриевич считал, что машиной надо пользоваться только в исключительных случаях Таким исключительным случаем он считал поездку на дачу В театр он ходил только пешком Объясняя это тем, что дорога настроя требует А ему надо настроиться на спектакль Вообще-то так приятно Пройти мимо собственного автомобиля Выйти на улицу Встретить много хороших людей Помечтать Поразмыслить Ну, Карл Анатолий Дмитриевич В театр он не ездил на машине Совсем по другой причине Он говорит Мне неудобно Наши артистки ходят В штопанных колготочках А я на новом автомобиле У него какие-то были такие вот понятия жизни Кому какое дело, как я живу Я прошу добровольных сыщиков Переградить свое шпионство Что ты Что вы сказали Довольно Я русский врач Я дворянин И статский советник Шпионом я никогда не был И никому не позволю себя Оскорблять Послушайте Замолчать Извольте взять ваши слова назад Оставьте меня в покое В театре он был на равных со всеми До преувеличения Лежлив с нежестоящими Анатолий Дмитриевич Не терпел наглости И понебратства На гастролях После концертов Или спектаклей Как это обычно бывает с актерами Многие старались Затащить Папанова в ресторан Выпить, что называется, по-свойски Он мягко, но непреклонно отказывался Стараясь уединиться с книжкой И кипятильником в номере Или тайком сходить в народ На поиски своих будущих героев А в 68-м году Очередной оглушительный успех На экране выходит бриллиантовая рука Леонида Гайдая И фильм тут же расходится на цитаты Как говорит наш любимый шеф Если человек идиот, то это надолго Буду бить аккуратно, но сильно На чужой счет пьют даже трезвенники И язвенники Шампанское по утрам Или аристократы, или дегенерат В этом фильме Папанов вновь сыграл С партнером по театру Андреем Мироновым Близкими друзьями они не были Миронов относился к Папанову с почтением Только без рук Обращался исключительно по имени-отчеству Но дальше сценических отношений Их дружба не шла Сказывался характер Папанова Панибратство он не любил Они с Мироновым были в хороших отношениях Хотя он всегда говорил Ну Миронову легко Это он мне говорил Он же пришел, он уже у него мама, папа Он уже Миронов И он пришел сразу на И это действительно так Он сразу пришел на большие роли И играл их хорошо Но сразу А я что? Я сидел сколько? Я наверное лет 6-7 сидел Ничего не делал Только все выбегал там То этим, то этим Анатолий Дмитриевич Папанов Проработал в театре статиры почти 40 лет Сейчас я выхожу из гримерной Где он много лет гримировался Сегодня в этой гримерной Готовятся к спектаклям Надежда Юрьевна Каратаева Жена Анатолия Дмитриевича И Ольга Александровна Аросева Портрет Анатолия Дмитриевича Неизменно присутствует в этой комнате Это второй этаж театра Где расположены исключительно женские гримерные Поэтому его называют женским По непонятному стечению обстоятельств Здесь находились гримерные Папанова и Менглета Говорят, что Анатолий Дмитриевич после каждого спектакля Проходя по этому коридору Неизменно заглядывал в каждую гримерную Выключал свет И убирал со столиков остатки грима Что подчас забывали Торопящиеся домой актрисы Он не то, чтобы усердился Но очень на них сетовал Что поделать Папанов, считал театр Вторым своим домом Одинок я седу вас на точке Столько точки плавут выше Стоп, товарищи В чем дело? Николай Степанович, давай перекурь Пять минут всем быть здесь Анатолий Дмитриевич не был в баловном судьбы Всего добивался сам И просить ни у кого ничего не любил Но однажды все же отошел от своих принципов После замужества дочери Папановой купили молодым Однокомнатную квартиру А когда родилась внучка Маша Жена Анатолия Дмитриевича Продолжая работать в театре Каждый день ездила к дочери Чтобы помочь той с ребенком Уставало страшно И Папанов не выдержал Как-то проходя по улице Горького Зашел в Моссовет Просто попросил Тогдашнего градоначальника Помочь обменять квартиру дочери К ним по соседству И ему естественно помогли Но такой случай был всего раз И он уже превратился в семейную легенду Больше Папанов никогда Не отступал от своих принципов Я вообще-то очень хотела Чтобы меня взяли в театр Сатиры И вы, конечно, понимаете Что при том положении папы в театре Когда я закончила вуз Я могла бы работать в театре Сатиры Но мои родители сказали так Если будут тебе давать роли Все в театре будут говорить Что дают роли только потому Что это дочка Папанова А если тебе не будут давать роли Значит ты плохая актриса Все будут говорить Дочка Папанова, актриса плохая Лучше работай в другом театре Мы просто будем ходить на твои спектакли И смотреть, как ты работаешь Народный артист Советского Союза Лауреат всевозможных премий Несмотря на все полученные регалии У Папанова был один существенный По тем временам пробел в анкете Анатолий Дмитриевич не был членом партии На что высокое начальство Неоднократно обращало свое внимание Всеми правдами и неправдами Артист старался уклониться От вступления в КПСС Несмотря даже на то, что этим Он подводил собственную жену Надежда Юрьевна была членом Парт-бюро театра Валентин Николаевич Плучик вызвал меня Я уже несколько раз об этом рассказывал Вызвал меня в кабинет И вдруг ко мне обращается На вы Очень строго сказал Михаил Михайлович Вы должны вступить в коммунистическую партию Советского Союза Я так растерялся, говорю А почему Не Анатолий Дмитриевич Папанов Имея ввиду более достойных Он говорит Я разговаривал с Толей Он мне сказал Галентин Николаевич Я боюсь, что я выпью И потеряю партийный билет Вообще Анатолий Дмитриевич не был человеком Аполитичным Его, конечно же, интересовало все Что происходит вокруг Но открыто высказываться О чем бы то ни было В силу сдержанности характера Он не любил И рано, чуть свет Мы с Анатолием Дмитриевичем Шли на пляж Тихий залив Гладкое море И мы поплыли В большой, большой заплыв Плывем, плывем И вдруг Анатолий Дмитриевич мне говорит Валентин Николаевич Поплывем еще дальше Я говорю Толя, зачем? Он мне тихо говорит Поговорим о политике И мы стали тонуть Я от смеха захлебнулся С трудом выпал Вот у меня был такой случай Я должен был играть Зубную щетку В одной сказке Ну как сыграть зубную щетку? Это очень сложно Какая она? Во-первых, такая здоровая Должна быть очень Оптимистически настроенная Голосовое решение Характер, очевидно Самое важное Но его лизитной карточкой Не всегда останется Легендарней, но погоди Обаятельный хулиган Недотепа Волк Принес Попанову Не только всенародную любовь Но и международную известность Слава, доставшаяся от самого популярного мультфильма Не всегда радовала Попанова Завидев артиста на улице Мама и бабушки тащили к нему своих детей с криками Волк, Волк А он старался избегать таких встреч со зрителями И все чаще и чаще печально вздыхал Но если это все, что они во мне видят То Богом судья Когда у нас были концерты То Толя с Горечью, допустим, говорил Я выходил и от меня хотели Только, ну, Заяц, погоди А я хотела читать Пушкина И читал А они еле-еле это пережидали Да и руководство театра Как будто не замечало Что все больше и больше эксплуатировало Комедийный имидж Попанова А сам Анатолий Дмитриевич все чаще и чаще Мрачнее Я его спрашивал Анатолий Дмитриевич Вот скажите Как вам новый спектакль? Он говорит Замечательный И я говорю А почему так говорить? Потому что я в нем не играю Зная об этом, друзья звали его в другие театры Но он в ответ лишь грустно пожимал плечами Они мне здесь дали звание Мне здесь дали ордена Я дошел уже до народного артиста Советского Союза Какой же я буду сволочью, если все это брошу? Мне кажется, что какая-то сторона его жизни в нашем театре была драматичной Он говорил о том, что для меня-то ничего никогда не поставили Допустим, так как Плучик воспитывал от роли к роли Андрея Миронова И создавал из него и гения, и звезду И все это получилось, слава Богу, и это прекрасно То все-таки у Толи, хотя его безумно любил Валентин Николаевич Но он на него ничего не ставил Я вот тут в Дом культуры поступить в хор хотел Пришел И не приняли Слуху, слуху говорят нет Ну и пусть нет Для души пить хочется Для красоты душевной Валентин Николаевич Плучик как-то нас собрал После начала сезона А у него ведь был Питер Брук брат И он ездил к нему в Англию И вот он начал сказать Вот я был у Питера в Англии Питер ставит спектакль Какие у него замечательные артисты Он может пригласить артиста И из Англии, и из Франции И то-то, и то-то Все, а я вот, вот с вами должен работать Плучик говорит Анатолий так серьезно Да ведь мы тоже бы хотели с кем-нибудь работать А тоже с вами только должны работать Вот так вот Даже Плучик обиделся, по-моему С середины 80-х была для Анатолия Дмитриевича Невероятно плодотворной Он поставил в театре спектакль По пьесе Горького «Последние» И по общему мнению Это была большая творческая удача Папанова режиссера В ГИТИСе он был занят со студентами И лишь работа в кино была отодвинута На второй план Но лишь до того момента Пока в его руки не попал сценарий Холодного лета 53-го Это? Лузгая? Не лузгая Басаргин Сергей Очень приятно Старобогатов Николай Павлович Английский шпион Инженер в прошлом Когда он принес Холодное лето И еще одно Один сценарий Про какой-то колхоз Председателя колхоза Какого-то Я сказала Толя, ну не надо Это тебе не надо уже Да и Холодное лето Он так на меня посмотрел И говорит Что? Ты что? Ты что не понимаешь Что такое Холодное лето? Нет Тут я не откажусь ни за что Это первый фильм такой Понимаешь? Трудиться надо А то совсем Закиснешь Конечно Мокли он отказаться Фильм о судьбе его поколения Боли достоинства которого Он пронес через всю жизнь Мокли Анатолий Дмитриевич Предположить Что первый такой фильм Для него станет последним Несмотря на уговор Жены отдохнуть Перед тем, как взяться За такую ответственную роль Папанов уехал И за эту роль он взялся Только потому Что вот в нем сидел Вот этот страх И ощущение Почему не я? Как я не попал? Вот рядом товарищи Знакомые, незнакомые Знаменитые, незнаменитые Они попали в эту страшную молоделку А я выкрутился Вот это то, что в общем называется Ныне малоупотребляемым Словом совесть И так Папанов Толком не отдохнув Уехал в Москву В столице его ждали студенты Которым надо было помочь Устроиться в общежитии Ведь он набрал новый курс в ГИТИСе А после этого Ему предстоял нелегкий Гастрольный график Я говорю, Антон Ильич Ну вот Как вы усталость снимаете Элементарно Я говорю, понимаю Ледяной душ Ледяной душ И как огурчик Дедуля, дорога В этот же день он собирался отправиться в Ригу Где на следующий вечер ему предстояло выйти на сцену Об усталости некогда было думать Хотя организм, конечно же, был перегружен Толи удивительно аккуратный человек Где бы ни снимался Даже если он едет в тьму таракань И, допустим, от города Километров 200 автобусов В какую-нибудь деревню Мы были всегда уверены, что Даже просто об этом не думали Настолько он аккуратно приезжал И вот вдруг Толя не приехал на спектакль Были все просто потрясены Поражены Что могло случиться? Вот в тех окнах на последнем этаже Горел свет Оставалась надежда, что Анатолий Дмитриевич Остался у кого-то в гостях Но на пульте охраны сказали Квартира с сигнализацией снята Дальше ждать было нельзя Зядь Папанова Юрия Перелез квартиру через соседнюю лоджию Он тут же услышал шум воды Анатолий Дмитриевич сидел в ванной Уронив голову Говорит, я встретила Анатолия Дмитриевича Он мне говорит, Саш, вода есть горячая? Я говорю, нет Ну ладно, я холодной помоюсь Вот встал поцелу И пошла в морг Мне там врач, вот этот муж, который в морге Скал, что у него не было ни инфаркта, ничего У него просто остановилось сердце 11 августа, в день похорон В гастрольной афише стоял Вишневый сад Где Папанов играл Гаева А Миронов Лопахина Вместо этого назначили творческий вечер Миронова Андрей Александрович был в отчаянии Но не мог прилететь на похорону товарища Могла ли думать Надежда Юрьевна Разговаривая с ним по телефону Что и его голос она слышит в последний раз Андрей Александрович сказал, что Надежда Юрьевна, я всегда остаюсь вашим другом Если понадобится какая-то моя помощь Вы можете рассчитывать на меня Андрей Миронов ушел из жизни Через несколько дней На Рижской сцене Папанова похоронили на Новодевичьем кладбище Недалеко от тех мест, где он вырос Где начинал свои первые шаги в искусстве Дирекция театра просила Москву прекратить гастроли Чтобы артисты могли проститься с Надю Дмитриевичем Но приказ министерства был краток Работа должна продолжаться И на похороны смогли выехать только те, кто не был задействован в ближайших спектаклях Ольга Росева, Роман Ткачук, Михаил Державин И как-то мы встречаемся на Новодевичьем кладбище И Анатолий Дмитриевич мне говорит Вот здесь я часто гуляю А вот здесь вот твой папа и Виктор Григорьевич Кольцов Ловили рыбу И мне позволили сидеть рядом Я копал червячков И потом они иногда меня посылали за четвертиночкой Наверх И у нас же в таком случится, что Именно на Новодевичьем кладбище Уже через много-много лет И я последним говорил слово Перед тем, как Его пустили В землю Я не буду оригинальной, если скажу, что Анатолий Дмитриевич Папанов Актер неповторимый Обладающий только ему присущей магией Его появление на экране заставляет отложить все дела И смотреть на него, чтобы он не играл Я, например, снова и снова могу смотреть фильм Дети Дон Кихота Только по одной причине Образ, созданный Анатолием Дмитриевичем Истинное воплощение добра и интеллигентности Я думаю, что вот таким Дон Кихотом Он и останется и в истории И главное, в нашей памяти Вот так вот Да Вот так Автомобили У него какие-то были такие вот понятия жизни Кому какое дело, как я живу Я прошу добровольных сыщиков Переградить свое шпионство Что ты? Что вы сказали? Довольно! Я русский врач Я дворянин и статский советник Шпионом я никогда не был и никому не позволю себя оскорблять Послушайте Замолчать! Извольте взять ваши слова назад! Оставьте меня в покое! В театре он был на равных со всеми До преувеличения лежлив с нежестоящими Анатолий Дмитриевич не терпел наглости и понебратства На гастролях после концертов или спектаклей Как это обычно бывает с актерами Многие старались затащить Папанова в ресторан Выпить, что называется, по-свойски Он мягко, но непреклонно отказывался Стараясь уединиться с книжкой и кипятильником в номере Или тайком сходить в народ На поиски своих будущих героев А в 68-м году очередной оглушительный успех На экране выходит бриллиантовая рука Леонида Гайдая И фильм тут же расходится на цитаты Как говорит наш любимый шеф Если человек идиот, то это надолго Буду бить аккуратно, но сильно На чужой счет пьют даже трезвенники и язвенники Шампанское по утрам пьют Или аристократы, или дегенерат В этом фильме Папанов вновь сыграл с партнером по театру Андреем Мироновым Близкими друзьями они не были Миронов относился к Папанову с почтением Обращался исключительно по имени-отчеству Но дальше сценических отношений их дружба не шла Сказывался характер Папанова По небратству он не любил Они с Мироновым были в хороших отношениях Хотя он всегда говорил Ну Миронову легко Это он мне говорил Он же пришел, он уже у него мама, папа Он уже Миронов И он пришел сразу на Идиот, действительно так Он сразу пришел на большие роли И играл их хорошо Но сразу А я что? Я сидел сколько? Я, наверное, лет 6-7 сидел Ничего не делал Только все Выбегал там То этим, то этим Анатолий Дмитриевич Папанов Проработал в театре статиры почти 40 лет Сейчас я выхожу из гримерной Где он много лет гримировался Сегодня в этой гримерной Готовятся к спектаклям Надежда Юрьевна Каратаева Жена Анатолия Дмитриевича И Ольга Александровна Аросева Портрет Анатолия Дмитриевича Неизменно присутствует в этой комнате Это второй этаж театра Где расположены Исключительно женские гримерные Поэтому У него был приятный Который в школе Дружок Который очень хотел стать артистом И говорит Толь, у нас в клубе Кавычки набирают самодеятельность Я один боюсь Пойдем с тобой вместе Ну пойдем А он не собирался Пойдем И мы, говорит, с ним пошли Нас не взяли Вдруг бежит какой-то мужчина Он говорит Вот тебя нет Там у мальчишки А вот этого Тебе Василий Васильевич сказал Чтобы мы тебя вернули С этого момента В жизни Анатолия Попанова Все перевернулось Юный Толя будет день и ночь Работать над собой Стараясь исправить Все недостатки Своего произношения Да и воспитания тоже Ведь в очень простой семье Попановых До сих пор не было людей Творческих профессий А у шахтеров тем более У моего отца было отвращение К лошадям Он любил коров И отчасти овец Понимаете, рифма Отец овец Ах, вы и стихи пишете Это Шелли Иначе говоря, Шиллер Шелли его звали только друзья Отсюда пошло Раскошельница Любовь к искусству Меня сопровождала С тех пор, как я начал помнить себя Я очень любил музыку Театр Оперу Я с удовольствием Всегда ходил Смотрел кинофильмы Тогда их было еще не так много Но тем не менее Они меня приводили в восторг Несмотря на любовь к искусству Надо было просто жить И Толя пошел работать В литейный цех Второго московского Шарикоподшипникового завода Кроме того Попанов достаточно часто Появлялся на Мосфильме Чтобы сняться в массовке И даже порой Переплывал Маск в уреку Чтобы посмотреть На съемки Очередного фильма Благо место Где он жил Малые кочки Ныне улица Доватор Отделяла от нас Фильма Лишь Москова река Где-то в этой толпе В фильме Ленин в октябре Бежит 15-летний Толя Попанов А самой заветной Мечтой его в те годы Было сыграть Хотя бы эпизодическую Но роль Мы с вами находимся В центре Москвы По этой улице Как и везде Мчатся машины Люди торопятся По своим делам И мало кто Задумывается над тем Что за этой проходной Совсем другая жизнь Жизнь, где ломаются судьбы Где рвутся от боли Сердца Жен и матерей В глазах которых Лишь изредка Мелькают Искорки надежды Это Утырская тюрьма Автомобиль Мироновского тестя Вот в нем Этого Мироновского тестя Не было совершенно Когда Попанову Исполнило 60 Ему по случаю юбилея Вне очереди Разрешили приобрести Машину Волгу Но радость от приобретения Улетучилась Как только Попанов Сел за руль Сразу же Отлетел Гуршин Сам Анатолий Дмитриевич Считал, что машиной Надо пользоваться Только в исключительных случаях Таким исключительным случаем Он считал поездку на дачу В театр он ходил Только пешком Объясняя это тем Что дорога Настроя требует А ему Надо настроиться На спектакль Вообще-то так приятно Пройти мимо Собственного автомобиля Выйти на улицу Встретить много Хороших людей Помечтать Поразмыслить Лукавил Анатолий Дмитриевич В театр он не ездил На машине Совсем по другой причине Он говорит Мне неудобно Наши артистки Ходят в штопанных колготочках А я на новом автомобиле У него какие-то были Такие вот понятия жизни Кому какое дело Как я живу Я прошу добровольных сыщиков Переградить свое шпионство Что ты Что вы сказали Довольно Я русский врач И я дворянин И статский советник Шпионом я никогда не был И никому не позволю себя Оскорблять Послушайте Замолчать Извольте взять ваши слова Назад Оставьте меня в покое В театре он был на равных со всеми До преувеличения Вежлив с нижестоящими Анатолий Дмитриевич Не терпел наглости И понебратства На гастролях После концертов Или спектаклей Как это обычно бывает с актерами Многие старались Затащить Попанова В ресторан Выпить Что называется По-свойски Он мягко Но непреклонно Отказывался Стараясь уединиться С книжкой И кипятильником В номере Или тайком Сходить в народ На поиски Своих будущих героев А в 68-м году Очередной Оглушительный успех На экране Выходит бриллиантовая рука Леонида Гайдая И фильм Тут же расходится На цитаты Как говорит наш любимый шеф Если человек идиот То это надолго Буду бить Аккуратно Но сильно На чужой счет Пьют даже трезвенники И язвенники Шампанское По утра Или аристократ Или дегенерат В этом фильме Попанов вновь сыграл С партнером по театру Андрей Мер Даже трезвенники И язвенники Шампанское По утра Или аристократ Или дегенерат В этом фильме Попанов вновь сыграл С партнером по театру Андреем Мироновым Близкими друзьями Они не были Миронов относился К Попанову с почтением Только без рук Обращался исключительно По имени-отчеству Но дальше сценических отношений Их дружба не шла Сказывался характер Попанова По небратству он не любил Они с Мироновым Были в хороших отношениях Хотя он всегда говорил Ну Миронову легко Это он мне говорил Он же пришел Он уже у него мама Папа Он уже Миронов И он пришел сразу И это действительно так Он сразу пришел На большие роли И играл их хорошо Но сразу А я что? Я сидел сколько? Я наверное лет 6-7 сидел Ничего не делал Только все Убегал там То этим То этим Анатолий Дмитриевич Попанов Проработал в Театре статиры Почти 40 лет Сейчас я выхожу Из гримерной Где он много лет Гримировался Сегодня в этой гримерной Готовятся к спектаклям Надежда Юрьевна Коротаева Жена Анатолия Дмитриевича И Ольга Александровна Аросева Портрет Анатолия Дмитриевича Неизменно присутствует В этой комнате Это второй этаж театра Где расположены Исключительно женские гримерные Поэтому его называют женским По непонятному стечению обстоятельств Здесь находились гримерные Попанова и Менглета Говорят, что Анатолий Дмитриевич После каждого спектакля Проходя по этому коридору Неизменно заглядывал В каждую гримерную Выключал свет И убирал со столиков Остатки грима Что подчас забывали Торопящиеся домой Актрисы Он не то чтобы усердился Но очень на них сетовал Что поделось Попанов считал театр Вторым своим домом Одинок я седу В осадочке Столько точки плавут Вы жене Стоп, товарищи В чем дело? Николай Степанович, давай перекурь У меня муж Пять минут Всем быть здесь Анатолий Дмитриевич не был Баловной у судьбы Всего добивался сам И просить ни у кого Ничего не любил Но однажды все же Отошел от своих принципов После замужества дочери Попановой купили молодым Однокомнатную квартиру А когда родилась внучка Маша Жена Анатолия Дмитриевича Продолжая работать в театре Каждый день ездила к дочери Чтобы помочь той с ребенком Уставала страшно И Попанов не выдержал Как-то проходя по улице Горького Зашел в Моссовет Просто попросил Тогдашнего градоначальника Помочь обменять квартиру дочери К ним по соседству И ему естественно После Ну, начала сезона А у него ведь был Питер Брук, брат И он ездил к нему в Англию И вот он начал сказать Вот, я был у Питера в Англии Питер ставит спектакль Какие у него замечательные артисты Он может пригласить артиста И из Англии, и из Франции И то-то, и то-то Все, а я вот Вот с вами должен работать Плучик говорит Анатолий так серьезно Да ведь мы тоже бы хотели С кем-нибудь работать А тоже с вами только должны работать Вот так вот Даже Плучик обиделся, по-моему И пой, ласточка, пой Пой, не умолкай Пишни на женство Меня успокой Пой, ласточка, пой С середины 80-х Была для Анатолия Дмитриевича Невероятно плодотворной Он поставил в театре спектакль По пьесе Горького «Последние» И по общему мнению Это была большая творческая удача Папанова режиссера В Гетисе он был занят со студентами И лишь работа в кино была отодвинута На второй план Но лишь до того момента Пока в его руки не попал сценарий Холодного лета 53-го Это Лузгая Не лузгая Басаргин Сергей Очень приятно Старобогатов Николай Павлович Английский шпион Инженер в прошлом Когда он принес Холодное лето И еще одно Один сценарий Про какой-то колхоз Председателя колхоза Какого-то Я сказала Толя, ну не надо Это тебе не надо уже Да и Холодное лето Он так на меня посмотрел И говорит Что, ты что Ты что не понимаешь Что такое Холодное лето Нет Тут я не откажусь ни за что Это первый фильм такой Понимаешь Трудиться надо А то совсем Закиснешь Конечно Мокли он Сказаться Фильм о судьбе Его поколения Боли достоинства Которого Он пронес через всю жизнь Мокли Анатолий Дмитриевич Предположить Что первый такой фильм Для него станет последним Несмотря на уговоры Жены отдохнуть Перед тем Как взяться За такую ответственную роль Папанов уехал В Петрозаводске И за эту роль Он взялся Только потому Что Вот в нем сидел Вот этот страх И Ощущение Почему не я Как Я не попал Вот рядом Товарищи Значит Знакомые Незнакомые Знаменитые Незнаменитые Они попали В эту страшную Молоделку А я Я выкрутился Вот это То что В общем называется Ныне Малоупотребляемым Словом Совесть И так Папанов толком Не отдохнув Уехал в Москву В столице Его ждали студенты Была брошенным Ребенком Потому что Родители артисты Ну вы сами понимаете Поздно возвращаются Там из театра Репетиции Гастроли Бабушка Дедушка на пенсии С ним как-то спокойные В 63-м году В жизни Папанова Произошло событие Которое в буквальном смысле Изменило всю Его дальнейшую жизнь Вдруг ему один раз Звонят и говорят Что Вас столпер вызывает На живые и мертвые Вот попробовать Генерала Серпилина А это было А телефон у нас В общежитии Стоял в коридоре А мы в кухне Там кто чего И все слышат Да нет Я не могу Да какой я был Сержант А какой я генерал Я не могу Генерал И говорят нет Нет Потом второй раз Звонят им Другая ассистентка Анатолий Дмитриевич Но все-таки Столпер просил Очень вас Все-таки Уговорили они его Потом мне как-то Говорит Ты знаешь Я знаю Почему они меня взяли На эту роль Я говорю А вот смотри У Симонова Что написано Серпилин Был С лошадиным лицом Но с очень умными глазами Вот наверное По этому признаку Они меня и взяли Как вас зовут Сергей Николаевич Меня Федор Федорович Ну вот и окончательно Познакомились А то кому-нибудь Из нас помирать Вышло бы даже неудобно И знали бы Какие инициалы На похоронные ставить Вот вы сейчас О смерти Заговорили И я вам скажу Чтоб вы меня До самых потрохов Поняли Умереть у всех На глазах Я не боюсь Я без вести Пропасть не имею права Фильм Живые и мертвые Имел грандиозный успех Во многом Благодаря Попановому Сам автор Константин Симонов Признавался Что попал в плен Созданного Попановым Образа И во время работы Над следующим романом Солдатами не рождаются Не мог представить себе Другого Серпилина Здравствуй Сергей Филиппович Серпилин говорит Серпилин По-моему Это был четвертый класс И вот как раз Вышли живые и мертвые И вот после живых и мертвых Он как бы Проснулся знаменитым И вот тогда Стали как бы показывать Вот эта девочка У нас учится Она дочка того артиста Который снимался В живых и мертвых Конечно каждый артист Который проходит на роль Да еще на какую роль На любимую Да еще прочее Вроде бы не его Всегда испытывают чувство Благодарности Чувствуют Из-за какого-то счастья Безусловного счастья После этого фильма Ролина Попанова Посыпались Как из рога Изобилия Дайте жалобную книгу Зеленый огонек Дети Дон Кихота Наш дом В среднем По три фильма за год А в шестьдесят шестом году Попанов снялся в фильме Который вот уже Более сорока лет Радует зрителей Это «Берегись автомобиля» Эльдара Рязанова Мало кто Мне сказал Галентин Николаевич Я боюсь Что я выпью И потеряю партийный билет Вообще Анатолий Дмитриевич Не был человеком Аполитичным Его конечно же Интересовало все Что происходит вокруг Но открыто высказываться О чем бы то ни было В силу сдержанности характера Он не любил И рано чуть свет Мы с Анатолем Дмитриевичем Шли на пляж Тихий залив Гладкое море И мы поплыли В большой заплыв Плывем Плывем И вдруг Анатолий Дмитриевич Мне говорит Валентин Николаевич Поплывем еще дальше Я говорю Толя Зачем Он мне тихо говорит Поговорим о политике И мы стали тонуть Я от смеха Захлебнулся С трудом выпал Вот у меня был такой случай Я должен был играть Зубную щетку В одной сказке Ну как сыграть Зубную щетку Тут очень сложно Какая она Во-первых Такая здоровая Должна быть Очень Оптимистически Настроенная Что ли Голосовое решение Характера Очевидно Самое важное Но его лизитной карточкой Не всегда останется Легендарной Но погоди Обаятельный Хулиган Недотепа Волк Принес Попанову Не только Всенародную любовь Но и Международную Известность Слава Доставшаяся От самого Популярного Мультфильма Не всегда Радовала Попанова Завидев Артиста На улице Мама и бабушки Тащили к нему Своих детей С криками Волк Волк А он Старался избегать Таких встреч Со зрителями И все чаще И чаще Печально вздыхал Но если это все Что они во мне видят То бог им судья Когда у нас были концерты То Толя с горечью Допустим Говорил Я выходил И от меня хотели Только Ну заяц погоди А я хотел читать Пушкина И читал А они еле-еле Это пережидали Да и руководство театра Как будто не замечало Что все больше и больше Эксплуатировало Комедийный имидж Папана А сам Анатолий Дмитриевич Все чаще и чаще Мрачнее Я его спрашивал Анатолий Дмитриевич Вот скажите Как вам новое спектакль Он говорит Замечательный Я говорю А почему Так говорить Потому что я в нем Не играю Зная об этом Друзья звали его В другие театры Но он в ответ Лишь грустно Пожимал плечами Они мне здесь Дали звание Мне здесь Дали ордена Я дошел уже До народного артиста Советского Дети Бегетарианство Получается Уж это мое дело с вами Твое Твое Конституция не запрещает Садись Один раз я помню Что Надя очень на него Обиделась И закрыла дверь И так мы все спим И вдруг слышим Такой стук И так Надька Открой И в этом Такой Толя Настоящий Такой русский Мужик Который выпил А жена Должна Открыть Обязательно В этом доме На Спиридоновке Семья Попановых Прожила много лет Счастливых И не очень Надежда Юрьевна Не любит вспоминать Но был момент Когда она даже Подумывала о разводе Но однажды Все переменилось В дом пришла беда У Анатолия Дмитриевича Умерла мама Этот день Перевернул Всю его жизнь Вот он Очень сильно Напился На маминой На поминках И потом Вот как Оторезала Я говорю Толь Да ты мне Скажи Что ты Может быть Ты обед Какой дал Оставь меня в покое Ничего я не дал Все Я больше не пью Он мне говорил Слушай Никогда никому не верь Что нельзя бросить пить На это нужно Только иметь волю Вот я это Себе сделал Я себе Сказал Что я не буду пьяницей И не буду пить Клятву эту Попанов Выполнил Как любил шутить Сам Анатолий Дмитриевич От прошлого У него осталась Лишь эмоциональная Память На похмелье Этому событию Предшествовало Еще и то Что в 54-м году Попанов получил В театре Интересную работу Роль в спектакле Поцелуй феи И тогда же У него родилась дочка Это мне Лена Счастье принесла Утверждал актер Ролей становилось Все больше И зритель уже Шел в театр Что называется На Попанова Но говорят Что несмотря На пришедший успех Мальчишская неуверенность В нем Так и осталась Даже тогда Когда Попанов Стал ведущим Исполнителем в театре Спускаясь по этой лестнице Артисты театра Сатиры Обычно попадают Из гримерных На сцену Наверное Этим путем Шел Анатолий Дмитриевич На свой последний спектакль Говорят Что даже став Известным артистом Перед каждой премьерой Он очень волновался Дрожали руки Выступал холодный пот И становился он Очень раздражительным Мог даже На кого-то Серьезно накричать Правда На следующий же день Извинялся Как никто другой Я ничего Не хочу сказать Да и странно говорить Нет человека Который бы не имел За собой Каких-нибудь Грехов Это уж так Самим Богом Устроено И вольтерианцы Напрасно Против этого говорят Сатирическое искусство По-моему Оно Несколько посложнее Нежели Скажем Драматическое искусство Потому что Когда ты Скажем В драме Не дотянул Какой-то кусок Татьяна Ивановна Пельцер Со своим папой Иваном Романовичем Актер театра Виктор Бойков Знаменитый Пан Водруба Из Кабачка С родителями С сыном И женой Владимир Ушаков С женой Верой Васильевой Главный бухгалтер театра Шофер директора Комендантом Этого общежития Состоящего Из восьми комнат Была не кто-нибудь А Татьяна Ивановна Пельцер Спокойной ночи А сейчас мы с вами Находимся в Святая святых За кулисами Знаменитой сцены Театра Сатиры На сцене Монтируются декорации К вечернему спектаклю Премьера которого Состоялась совсем недавно Как всегда Волновались артисты Волновался режиссер Анатолий Чапапанов Вот уже 20 лет Не выходит На эту сцену Пятого августа Пятого августа Сорок восьмого года Пришел я в театр Сатиры И увидел на доске Объявление Приказ О зачислении меня В труппу театра Период врастания В коллектив Был очень сложный А когда все начиналось Зачисление в труппу Театра Сатиры Мало что изменило В жизни Папанова Долгие годы Анатолий Дмитриевич Выходил на сцену В ролях Которые принято Называть Кушать подано В то время Когда его жена Считалась уже Ведущей актрисой театра Все это очень Угнетало его Пришли тоска Отчаяние И неверие в себя Все свободное время Папанов проводил За кулисами С естественной завистью Наблюдая за игрой коллег Просить за себя Он стеснялся Да и не умел Постепенно актер Попал в разряд Без перспективных И работа стала Терять для него смысл Толя работает На очень маленькой зарплате Были и ссоры Там Он немножко выпивать начал Еще были приятели У него Которые его Немножко вот такой был Кстати Муж Ольги Аросевой Но он не был мужем Ну он такой был Гражданский муж Как теперь говорить Юра Хлопецкий Здорово выпивал Ну и они вот вдвоем С Юркой Потом кстати И того Юра Так и за это Уволили из театра Потом пришел к нам Вестник Который тоже Любил это дело С Вестником Они очень дружили Очень Любили А Вестник заводной Такой Вот И он Вестник значит Тоже с ним Толя Пойдем Закуривай Это верно Спасибо Я не курю И грустный ты человек Сват Праздники не гуляешь Песни не поешь Ведь это Вегетарианство Получается Ну что это мое дело Сват Тое Тое Конституции Ты не запрещай Садись Один раз я помню Что Надя Очень на него Обиделась И закрыла дверь И так мы все В то время Когда его жена Считалась уже Ведущей актрисой театра Все это очень угнетало его Пришли тоска Отчаяние И неверие в себя Все свободное время Папанов проводил за кулисами С естественной завистью Наблюдая за игрой коллег Просить за себя Он стеснялся Да и не умел Постепенно актер попал В разряд Безперспективных И работа стала Терять для него смысл Толя работает На очень маленькой зарплате Были и ссоры Он немножко выпивать начал Еще были приятели у него Которые его немножко Вот такой был Кстати муж Ольги Аросевой Но он не был мужем Но он такой был Гражданский муж Как теперь говорят Юра Хлопецкий Здорово выпивал Ну и они вот вдвоем с Юркой Потом кстати того Юра Так и за это Уволили из театра Потом пришел к нам вестник Который тоже любил это дело С вестником они очень дружили Очень любили А вестник заводной такой Вот И он вестник значит Тоже с ним Толя пойдем Закуривай Это верно Спасибо я не курю И грустный ты человек С ват Праздники не гуляешь Песни не поешь Ведь это Вегетарианство Получается Это мое дело С ват Твое Конституция не запрещает Садись Один раз я помню Но был момент Когда она даже подумывала О разводе Но однажды Все переменилось В дом Пришла беда У Анатолия Дмитриевича Умерла мама И этот день Перевернул всю его жизнь Вот он очень сильно напился На маминой На поминках И потом вот Как отрезала Я говорю Толь да ты мне скажи Что ты Может быть ты Обед какой дал Оставь меня в покое Ничего я не дал Все Я больше не пью Он мне говорил Слушай Никогда никому не верь Что нельзя бросить пить На это нужно Только иметь волю Вот я это Себе сделал Я себе сказал Что я не буду пьяниц И не буду пить Клятву эту Папанов выполнил Как любил шутить Сам Анатолий Дмитриевич От прошлого У него осталась Лишь эмоциональная Память на похмелье Этому событию Предшествовало еще и то Что в 54 году Папанов получил в театре Интересную работу Роль в спектакле Поцелуй феи И тогда же у него Родилась дочка Это мне Не попали в эту страшную Молодилку А я Я выкрупился Вот это То что в общем Называется ныне Малоупотребляемым Словом Совесть И так Папанов Толком не отдохнув Уехал в Москву В столице его ждали студенты Которым надо было Помочь устроиться в общежитии Ведь он набрал новый курс В ГИТИСе А после этого Ему предстоял нелегкий Гастрольный график Я говорю Антон Ильич Ну вот Как вы усталость снимаете Говорит Элементарно Я говорю Понимаю Ледяной душ Ледяной душ И как огурчик Дедуля дорогу В этот же день Он собирался отправиться В Ригу Где на следующий вечер Ему предстояло Выйти на сцену Об усталости Некогда было думать Хотя организм Конечно же Был перегружен То ли Удивительно Аккуратный человек Где бы ни снимался Даже если он едет В тьму таракань И допустим От города Километров 200 Автобусов В какую-нибудь деревню Мы были всегда уверены Что Даже просто Об этом не думали Настолько он Аккуратно приезжал И вот вдруг То ли не приехал На спектакль Были все Просто Потрясены Поражены Что могло случиться Вот в тех окнах На последнем этаже Горел свет Оставалась надежда Что Анатолий Дмитриевич Остался у кого-то в гостях Но на пульте охраны Сказали Квартира с сигнализацией снята Дальше ждать Было нельзя Зядь Папанова Юрия Перелез квартиру Через соседнюю лоджию Он тут же услышал Шум воды Анатолий Дмитриевич Сидел в ванной Уронив голову Говорит Я встретила Анатолия Дмитриевича Он мне говорит Саша Вода есть горячая Я говорю нет Ну ладно Я холодной помоюсь Вот встал И пошла в морг Мне там Врач Вот этот муж Который в морге Скал Что у него не было Ни инфаркта Ничего У него просто Остановилось сердце 11 августа В день похорон В гастрольной афише Стоял Вишневый сад Где Папанов играл Гаева А Миронов Лопахина Вместо этого Назначили творческий вечер Миронова Андрей Александрович был в отчаянии Но не мог прилететь На похорону товарища Могла ли думать Надежда Юрьевна Разговаривая с ним по телефону Что и его голос Она слышит в последний раз Андрей Александрович сказал Что Надежда Юрьевна Я всегда остаюсь вашим другом Если понадобится Какая-то моя помощь Субтитры сделал DimaTorzok